Это у нас сварочный цех, а это у нас сварщик. На этом сварочном цехе мы делаем вот такую работу. Это у нас рыбка, такая золотая рыбка. Вот так она выглядит, каркасик с такой шестерочкой проволоки. Мы поставили такой профилек, чтобы на нем было удобнее варить каркас. Ну вот пока я кино снимаю, сварщик он позирует у нас. А это у нас картинка, вот такая золотая рыбка. Ну какие-то фильмы там показывал, но здесь я собрал все, что у меня есть. И вот кому кто хочет сварить и сделать простую работу, вот так она делается и может что-то вы себе посмотрите. Это у нас вот эта проволока шестерка, она катанка. На такую работу можно и катанку делать, потому что она сваренная. Есть периодичная такая арматура, но она такая шершавая. Но она для плит перекрытия, а для скульптуры можно кругленько. Видите, она прямая и вот рядом круглая. Но это шестерка, это 4-5,5, ну пятерка, давайте на 5,5 миллиметра. Вот с этой проволоки я делаю каркасы для скульптур. Ну очень сложно показать каркасы, они плохо видны. Ну вот что могу вам рассказывать. Вот смотрите, еще одна рыба у нас есть. Вот такую рыбу тоже надо делать. И вот как бы какой есть у меня фильм, как вот мы сварили один из каркасов этой рыбы. Вот эскизик, вот у нас в ведре он лежит, чтобы ветром не сдуло. Ну и вот это мы сварили, и эту рыбу уже мы лепим на стене. То есть ее обтянули сеткой, ну где-то черновой потерянный, еще один из фильмов, где мы там ее... А уже видно, вот как бы самая главная работа. Вот у меня помощник ее обмазал уже, а теперь надо сделать, будем говорить, начистое ее. И вот я беру мастерок вот такой, вот у меня перчатки. Ну очки, видать, забыл снять. Я когда варю, очки одеваю, чтобы зайчиков не ловить. Ну и они вот так на голове привязаны. А это вот как рыба, если она очень хорошо сварена, то есть, ну, будем говорить правильно, то ее делать несложно. То есть, как бы ты ни сделал, на рыбе очень большие припуска. И рыба, и, как говорится, и в Африке рыба. А это, смотрите, такие, у нее очень острые зубы, мы решили их сделать вот такими, ну как бы кованными. Потому что они длинные, такая рыба ночная, она глубоководная, называется то ли охотник, и у ней, вот смотрите, спереди такой, как бы фонарик находится. И он светится, и дурные рыбы все плывут и в рот попадают. Она только хам-хам и съела их. Ну, она такая своеобразная рыба, как бы ее не сделаешь, как золотую рыбку, там, чешуей. С чешуей у нас наработанки, наработанные какие-то есть приема. А здесь я вот нашел вот такой вот прием. Я сделал такие ребра, как бы, и она будет хрящи, как у этой, ну, будем говорить, у осетрины. Там тоже там шипы. Ну, опять, как сделать рыбу? Ну, надо найти такой прием, простой и понятный, который бы позволил нам, ну, создать быстро какую-то интересную поверхность. Вот я нашел ее вот такую поверхность, она ступеньками делается. Видать, у меня мастерок упал, вот это мне помыли, его дали. Вот я его чищу, показываю, смотри, таким мастерком я работаю. И, а, ну, не упал, просто я решил сделать, вот там круглым работал чешуей, а теперь я выдавливаю чешую вот таким острым мастерком. И то есть у меня верх вот такой очень ребристый, и получается, а под этими ребрами, где хрящи, там будет более тонкая чешуя. Но я ее не стал лепить, а стал ее выдавливать. То есть это достаточно быстро, ну, сейчас, вот, видите, ближе нам, может, покажут, что я там делаю. У нас киномеханик отсюда не достает, но я думаю, он вылезет и покажет, поймет, что вы ничего не видите. Вот я двумя руками беру, чтобы у меня жесткость была, и сначала верха сделал, а теперь я буду делать саму чешую. Это у нас Дима помогает, он замывает сзади рыбу, она как бы черновая будет, мы ее видеть не будем. То есть, ну, давайте назовем обманку, как шапка. С этой стороны я ее насыщенную резьбу сделаю, а там будет, будем говорить, замывка просто, ну, или шуба такая. А здесь, смотрите, видите, уже есть такие, как вам сказать, шипы или эти плавники, они уже сделаны, будем, такие имеют ребра, как бы вот лепные, и потом останется только их замыть, зачистить и чуть-чуть подрезать. То есть, вот чем рыба хороша, просто надо сделать правильный каркас, сделать черновую. А потом, вот определенные приемы, вот сейчас нам, наверное, покажут поближе, что я там делаю. Вот, как бы на ходу это все делается. Вот видите, за что я вам говорил, берется такой мастерочек, и я, вот, ребра у меня сделаны, боковые, они немножко другой формы. Потому что, если я сделаю все одинаково, то будет, ну, неинтересно, потому что и в покраске она будет просто обыкновенный окунь. А эта рыба, вот, мы делаем, как будто она такая, под водой глубоководная, она может быть по-любому выглядеть. И вот таким мастерком, то есть, просто идет продавливание. А артбетон, ну, как мы его называем, хотя, ну, по большому счету, это красивое слово. Это у нас просто раствор. Цемент и песок. Цемента мы берем одно ведро, марка 550, турецкий у нас, очень хороший цемент, нам понравилось им работать. И он быстро схватывается, там какой-то есть присадка. И ведра. На одно ведро цемента даем два ведра песка, то есть один к двум. Я перестраховываюсь, потому что работа достаточно дорогая и трудоемкая, она будет стоять на фасаде. Здесь солнца, там, ну, мороза такого нету. Ну, вот, все равно это атмосфера и вот такая, как бы, агрессивная среда. Ну, вот, нашел я такой хитрый вариант чешуи рыбы. Вот ее просто надо выдавить, это несложно, это стамеской дерева вырубать. А это вот, видите, сопряженку такую с половничком. Я просто продавлю пальцами, и она получается, как такая шкура интересная. И в покраске она будет работать. То есть есть приемы, определенные бренды или там технологии, ну, опытным путем, которые были уже придуманы, выработаны. А это вот так вот мы делаем хвостик. Ну, хвостик я вижу, что-то как не хватает мне там раствора, чтобы его продавить. Ну, я может сейчас намечу, наметку сделал. Видите, как бы нижний половник наверх идет, ну, а верхний так. Ну, сейчас я что-то придумаю и найду способ, как это решить задачу. Ну, здесь плавничок легко, он удобно широкий. И я вот подправляю, и фактически он уже почти начисто сделан будет. Только когда постоит, мы его кистями немножко обработаем. То есть, чем материал, арт-бетон хороший, там, раствор, что вот он и лепится, и режется, и шкребется, понимаете. Только, ну, все надо делать вовремя. И эта работа не любит простое. То есть, если ты встал, ты должен делать ее быстро. Потому что пока оно, ну, в той плотности, или не прихватился, ты с ней достаточно быстро работаешь. А если оно перестоит, ты потом в три раза будешь больше тратить время. Вот обычно эту работу надо делать за, ну, допустим, за 4-5-6 часов. Потому что за 4-5-6 часов оно прихватывается, а на второй день ты нормальный бетон не пошкребешь. Ну, вот, уже считайте, сколько там, вот я вам показываю, 8 минут, за 8 минут я сделал такую площадь. А это, посчитайте, ну, 60-70% всей площади. То есть, в принципе, эта работа делается достаточно быстро. Ну, для того, чтобы ее быстро делать, надо иметь опыт. И все делать в определенном порядке. То есть, надо видеть эти поверхности, надо видеть припуска. Вот видите, сзади не хватает раствора, я вижу. Сейчас я повожусь, да, кину, наверное, и вылеплю хвост. Потому что он, ну, вот то, что я выдавил, как бы резак не вмещается. Мне технически сложно его, ну, если это мастихийно было, я бы это проще сделал. А этот резак, ну, не вмещается вот в эту поверхность. И вот будут такие, как бы, пропуски. Или я просто сложнее буду делать, или найду выход. Вот здесь мне надо, как бы, добавить ее, чтобы хвост пошел дальше. А здесь все замельчилось и нехорошо. Ну, я вот сейчас схитрю, наверное, что-то, ну, я уже чувствую, что что-то я придумаю. Потому что я вижу, что я не подружу их. Вот. Меленьким мастерком, я сейчас просто сделаю чешую. И снизу уже, видать, этого не будет. То есть, вот этот хвост перейдет в сам плавник. А плавник потом будет гладкий и такой ступенчик, ступеньками. А вот здесь все, я понял, что я не протяну посередине. И просто сделаю ее, закончу хвост вот таким макаром. Ну, в работе ты часто делаешь какие-то там популярные или непопулярные методы. Вот здесь я рукой погладил рыбу и как бы сделаю ее такую пластичную. А здесь вот этот излом просто не получается сделать по-людски. и, ну, я застрял. Ну, снизу на таких площадях, как бы, на такой высоте видать не будет. Чем фасад? С одной стороны, фасад это такая работа, ну, на высоте. А с другой стороны, что ты снизу нифига не видишь вот этих погрешностей, пропусков. Если это, будем говорить, ты делаешь работу, ну, в помещении и с гипса, то внутри помещения ты просто будешь шлифовать, вышкребать, потому что слишком близко и рядом, и требования другие. А вот работы фасадные, то есть, ну, 10 метров расстояния, то многие погрешности ты просто не увидишь. С одной стороны, высота, леса, а вот с другой стороны, у тебя есть возможность, ну, некоторые вещи просто, ну, сделать их легче, ну, быстрее. Вот какой-то плавничок я делаю, и вот переход большого плавника в малый, ну, хвост. Ну, так вот работа идет. Ведь и там быстро пошло, а вот эти сопряженки, приходится мутить что-то. Ну, вот такие вот хвостик, разрез я сделал. Ну, видите, мастер-класс, они не получаются короткими, чтобы раз вам музыку показал, ну, можно ускоренно показать, ну, насколько вы поймете, вот, технику работы с раствором. Ну, кому реально надо, будут смотреть. Кто там, допустим, кто какие цели преследует от просмотров. Ну, вот здесь, видите, идет у меня помощник. Очень много решает помощник. Считайте, как бы, работаешь в две руки, и, то есть, это все ускоряется. Ну, вот пошла покраска. Видели, я не стал ничего не удалять. Вот, фильм так шел и шел. А это уже, вот, идет кисточкой под краска. Смотрите, вон, уже рыба покрашена, а идет сопряжение, вот, именно самого фасада, самой скульптурой. Ну, дом, это дом рыбака. Находится он на острове, как я там говорил уже. И мы его, то есть, заказчик захотел, чтобы он был деревянный. Потому что рядом круглый дом есть. Он такой темное красное дерево покрашено. И мы здесь немножко затемнили. И оковали его металлом. Ну, а на фасад сделали две рыбы. Там сом еще здесь рядом есть. Ну, есть, есть. Ну, такие вот прием, такие скульптуры, которые, они сделаны на фасаде, на таких штырях сделаны, как будто они плывут по небу. То есть, ну, есть такой прием, он хорошо работает. И провокация рыбы на крыше. То есть, это тоже есть такой, ну, как бы, подход. Вот, нестандартный. Ну, ладно, там птицы делать, они там аисты, а мы вот рыбы сделали. Вот, смотрите, топор там зарубанный. Ну, то есть, ну, если какие-то вот подход, ну, это мой подход. Я пытаюсь поломать стереотипы, потому что все-таки это оформление, оно должно удивлять. И вот, смотрите, вон Самяра какой находится. И он, смотрите, какая красота. Днепр, остров. То есть, вот, будем говорить, вот такой интересный объект. И, ну, в основном, люди его хорошо воспринимают, потому что рыбы, собаки, коты, это понятные животные. Это же не обезьяна там. Это в Африке обезьяна, понятно. А здесь вот рыба гармонично смотрится, даже на фронтоне дома. Ну, вот, смотрите, вот такой вот пристройка к дому. Ну, уже она заканчивается. И вот крыша там видно профильная. А это вот вход в дом. Даже герб там фамильный есть. Что какой-то там, ну, старинный рот у него. И он вот решила сесть на этом острове и строить такую маленькую империю для, будем говорить, для своей там рыбацкой, ну, братья, если можно так сказать. Он, даже у него вход не просто ступеньки, а трап. И вот, смотрите, топор. То есть это здесь как и викинги будут, и гоблины, и такая типа мини-государство, княжество. Давайте назовем это, наверное, ближе княжество. Вот княжество там какого-то там, ну, будем, Ромензона Круза. Ну, там планируется, может, беседка будет. Ну, даст Бог все срастется, то будем делать и беседку. И вот у такого домика, как он там червяк живет, потому что черви, рыбалки и черви, это очень важные, ну, составляющие. Вот этот червяк живет, его даже не трогают, он во фронтоне дырок нафигачил, и вот так он там проживает. И вот там и рыба окаменелости, то есть, ну, вот, все, что касается всевозможных таких вот с рыбой связанных, будем с рыбой связанные элементы, это они проходят, и мы их применяем. Вот рыба поближе, и такие вот уже зубы, а это золотая рыбка, это хорошая рыбка такая, она не кусается, она добренькая, но она золотая, она волшебная, она может, ну, как бы в этой жизни выживать, потому что она волшебная, и там она может желание исполнять. А эта рыба хочет хапать все, смотрите, хап-хап, все, ей бы пожрать, понимаете, все равно она худая, понимаете, сколько не ест, она худая. Это золотая, такая кругленькая, видите, красивая, и губки накрашенные. Ну, вот такой вот объект у нас был, очень интересный, 50 дней мы на нем отработали, и вот сделали, вот, будем говорить, работу по фасаду этого дома. Ну, я где-то какой-то фильм уже показывал, ну, все собрал, все какие-то там есть фильмы, и решил вам, ну, вот здесь собрать этот фильм, может, что-то пропустил. И смотрите, какой иллюминатор интересный, прям он, он как-то смотрится, как будто сферически, как у подводной лодки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok